Друзья, всем привет! У нас сегодня базовый урок по рисованию алкогольными чернилами. Для этой техники нам понадобятся алкогольные чернила, спирт, фен, бумага. В этой технике мы дуем феном на пятно чернил, разведенное спирту. И за счет того, что спирт испаряется быстро, прям под потоками воздуха фена, появляются интересные узоры и очень часто вот фрагменты картин или даже это не картина, а просто какой-то принт из узоров алкогольных используются в дизайне. Там купальники на Алиэкспресс, чехлы, обложки. Я постоянно и везде встречаю принты в этой технике. Чтобы это был не просто какой-то один красивый кусочек, где краска хорошо растеклась, есть разные техники, чтобы вот эти пятнышки скомпоновать в красивую композицию, в красивый рисунок. Получаться может не сразу. Это ничего страшного, все в порядке. Вот на отработку техники, на постановку фыки, ну, мне кажется, в среднем там 4 понадобится работы сделать. Спиртовый чернила – популярная тема, потому что и на мастер-классы тоже все охотно ходят, на вечеринке, потому что, ну, кажется, вот берешь, льешь красочку, там, льешь на нее спиртом, подушь сеном, и оно вот само как-то вот так вот ляжет в красивые взорты, которые можно увидеть по примеру алкогольной чернила, по этому запросу. Если у человека нет ожиданий того, как у него должна быть картина, то действительно это очень такой залипательный процесс, и всегда какие-то красосивые моменты, красосивые узоры будут получаться. В любом случае, даже у тех, кто совсем далек от искусства. То есть, когда человек идет на живопись маслом, но он думает о себе, как, ну, я рисовать не умею, я не художник, дайте мне что-то попсюще, там, я хотя бы просто попробую. И он не берет себе в качестве референса картину Шишкина, там, Мишки в сосновом лесу. Он берет что-то попроще, что у него точно получится, и часто результат, он превосходит ожидания, то есть кажется, что я вот вообще рисовать не умею, а в итоге вот получилась картина на холсте, написанная маслом, красота с чернилами, все в точности наоборот, что кажется, что тут рисовать уметь не надо, это просто вылил и подумал, и само получилось. А по факту может не соответствовать своя картина с тем примером, который посмотрел в интернете. Перстайлы и чернила бывают разного уровня сложности, то есть, есть вот базовые какие-то приемы, которые получаются у всех, потом, когда рука привыкает, можно там что-то посложнее брать, и вот там, вот эти вот грани, составление композиции из этих узорцев, это уже высший пилотаж, и не всегда это получается вот спиртового мастер-класса, это нужно понимать. Вот, если не относиться серьезно к спиртовым чернилам, то обычно получается все гораздо легче, то есть, все получается гораздо легче, и именно вот авточеринки, куда люди приходят, не заморачиваясь о том, что у них получится, вот, они часто довольны тем, что у них получается. У нас есть две техники базовых, то есть, перед тем, как рисовать там цветы, как рисовать плесе, как рисовать вот сложные композиции с гранями, нужно сначала набить руку и, так сказать, поставить ее, потому что, если вы никогда раньше не рисовали чернилами, может не привыкнуть рука, вот, как держать фен, то есть, мы феном, как бы, вот так вот приютли, волосы сушить, а рисовать не привыкли, то есть, этому тоже нужно немножко потренироваться, приучить себя, и, ну, несколько таких тренировочных работ выполнить, какие вообще бывают техники. Самые базовые, это змейка или ведение капли, то есть, мы берем пятно и ведем его по холсту, по заданной селектуре, пока оно у нас до конца не высохнет. Есть техника от пятна, это мы ведем работу пятнышками, то есть, мы сажаем на лист одно пятнышко, второе, потом к нему третье, и вот техника лучи или на слив, то есть, я разные варианты встречала. Цветы рисуются, наверное, скорее комбинированными техниками. Также есть плесе, это полоски, плесе, это вот как юбка плесе, также вот техника полосочки используется тоже в рисовании. По дешевле, по каждой технике мы еще будем снимать видео, у нас уже есть на канале видео с цветами, и какой-то, по-моему, техника от пятна, очень классный шок от Даши, посмотрите, и плесе тоже, какой-то небольшой шок, я снимала, вот, а сегодня покажу самое-самое базовое. Про материалы давайте поговорим. Вот у нас чернила, алкогольные, у меня есть четыре маски, это скрапега, скрапегу, каменская, у нас каменская, куница и Крафт Инк, они все хорошие, я всех могу рекомендовать, какие найдете, такие верите. Появились еще две новые маски, это это от Айвера и от красного карандаша чернила, потому что раньше их не было, недавно появились, хочу протестировать, может, отдельно сниму даже видео. И среди чернила стоит отдельно отметить металлики, они всплывающие, то есть вот эта вот золотинка, которая появляется на картинах, это не поталь, это не какая-то отдельная краска, это именно золотые алкогольные чернила используются. Что можно использовать вместо алкогольных чернил? Акварель нельзя, гуашь нельзя, это из вопросов под видео перечисляют. Можно заправки для маркеров на спиртовой основе, то есть это изначально все ими пользовались, потому что алкогольных чернил было почти не достать, то есть это сейчас стала техника популярнее и они везде придаются. Так что спиртовые заправки тач и копик, насколько я знаю, проверенные. Дешевые спиртовые заправки лучше даже не покупайте, если у вас есть выбор, потому что они могут во-первых выцвести, раньше, чем хотелось бы, может там быть не перетерстый пигмент и вот в такую вкрапинку будет работа. Что мы используем в качестве созбавителя? В акварели мы созводим краски водой и рисуем, алкогольные чернила мы созводим спиртом, то есть мы или созводим их в стаканчики или добавляем спирт в процессе рисования. У меня вот тут ноу-нейм созбавитель без этикетки, поверьте мне на слово, это изопшопиловый, абсолютиверсованный, или там его химически чистый иногда называют спирт. Вот 99, там 98, 97, чем выше процент спирта, тем лучше он подходит для этой техники. А медицинский этиловый спирт, ну, во-первых, я его в свободном даже не встречала, то есть если где-то у вас там он заныкан, там бабушка делает настройки, можно попробовать, почему нет, но единственное, там нужно зависеть от того, какой процент, какой градус будет у того спирта. у меня даже где-то спиртометр в другой студии лежит, потому что в ЖАРУ, и вот когда была коронавирусная эпидемия, не было вообще нигде достать спирта, я покупала его где-то на Авито, и на нем не получались работы, то есть появлялись водянистые такие капли, и приходилось со спиртометром ходить, замерять, потому что там было не заявлено и 99, и 9, там было 96, 95, и вот уже при таком градусе появляются водянистые капли. Медицинский этиловый спирт, он по-моему 96% может быть, если он долго стоит, там у него еще эта крепость падает, поэтому если вы именно собираетесь покупать спирт, берите сразу изопропиловый. А есть также специальные разбавители от производителей, вот этих двух, а вот этих трех, по-моему, почти все, по-моему, производители, кто делает чернила, они выпускают свои собственные разбавители к этим чернилам. От Каменской разбавителем и от Крафта я пользовалась, но мне немножко они не понравились, может это были какие-то ранние недоработанные версии, но вот как будто чуть более липкая становится работа, чуть как-то хуже они состекаются, я люблю по старинке просто на спирте рисовать. Рисуем мы на синтетической бумаге, это не бумага, в прямом смысле этого слова, это лучше всего для чернила подходит гладкая не впитывающая поверхность, вот синтетическая бумага этим критериям соответствует идеально. Что также подойдет, чем ее можно заменить, некоторые виды мелованной бумаги, пластик, сэндвич-панель, вот я вышла для больших картин, влюшаю мисление, сэндвич-панель есть недостаток, что она имеет толщину и нужно готовую картину обстрелять в багет. Также подойдут ламинированные борзды или борзды с ламинацией, на них так и написано, что они для рисования спиртовыми чернилами. Холст тоже подойдет, особенно если его загрунтовать специальной основой, вот этой, и немножко по-сугому ложаться, то есть не стоит ждать таких же эффектов, как на синтетической бумаге. Синтетическую бумагу можно купить в самом лучшем магазине художественных товаров. Он называется millard.com лучший магазин синтетической бумаги. Рекомендую. Покупаю только там. Все названия, которые я говорю, я в телеграм-канале ставлю наверное ссылки на то, где я беру, где я покупаю, но вы просто в поисковике вот в Яндексе, в Гугле вбивайте синтетическая бумага гостят купить, то есть если вы не в России, может у вас совсем другие материалы будут, поэтому я даю такие основные моменты. Дальше фен, то есть нам еще понадобится фен, достаточно вот простой дорожный маломощный фен. Ну что, приступаем к работе, у меня тут лежит уже лист синтетической бумаги, и я хочу рассказать вам об основных моментах, которые нужно знать перед началом работы. Первое, это то, как мы держим фен. Фен мы держим перспендикулярно и не наклоняем его. Это нам нужно, чтобы контролировать пятно. Второй момент, мы не дуем на сами чернила, то есть я вот наливаю пятнышко спирта, наливаю туда чернила и обратите внимание на положение моего фена, то есть вот у нас периметр пятна и мы дуем не на сами чернила, а немножко отступаем в сторону, потому что если мы будем дуть на сами чернила, они у нас будут расползаться в разные стороны и не получится красивого пятна. вот я немножко подальше даже от края отступаю и сушу пятно с разных сторон. У меня есть какая-то заданная траектория, куда оно должно течь, но я все равно сушу его со всех сторон, гоняю его от одного края к другому, потому что чем больше чернила будут двигаться, тем интереснее будут эффекты, тем больше граней будет на нашей змейке. вот я сушу пятно и когда у меня начинает оно подсыхать, то есть количество спирта уменьшается и со временем он испаряется от воздуха фена, нужно вовремя подливать его, чтобы не останавливалась наша змейка. Как только видим, что лужица подсыхает, наливаем туда еще спирт. и лейте его побольше, прям не бойтесь, потому что если по несколько капелек доливать, то вся работа будет в таких маленьких деталях, интереснее смотрится, когда композиция более цельная. где-то я могу наклонять фен, чернила потекли быстрее, потому что я уже хорошо могу ими управлять, но всегда фен возвращается назад на базовую позицию, это перф медикулярно и подальше от троя пятна. я доливаю следующий цвет, это у нас по-моему маджента от куницы, они у нас будут между собой сейчас смешиваться, цвета, если используете несколько, выбирайте те, которые при смешении дают какой-то свой красивый оттенок, контрастные цвета могут не смотреться, таким образом там будет тогда грязь получаться, и если нужен светлый цвет, то мы льем больше спирта, то есть в этой технике мы не используем белую краску для того, чтобы сделать светлый оттенок, то есть мы берем яркий, насыщенный, концентрированный цвет, но просто сильно его разбавляем. на видео, которые вы могли смотреть, допустим, где-нибудь в инстаграме, часто не очень сильно ускорены, и часовая работа показывается вам за 15 секунд, поэтому начало видео я специально не стала ускорять, вам важно вот посмотреть именно с какой скоростью на самом деле ведется работа с феном, то есть это такие достаточно плавные движения. Чем больше мы будем делать движений таких полукруговых, тем больше у нас будет граней на змейке, поэтому мы не спешим дуть только с одной стороны, чтобы у нас пятно потекло как можно скорее, то есть такой задачи нет. Мы раздуваем со всех сторон, никуда не спешим и смотрим куда оно двигается. Когда вы привыкнете, вы уже сможете направлять пятно по заданной траекторе, то есть можно будет посмотреть композиции каких-то других картин в этой технике и попробовать повторить. Но поначалу скорее всего они у вас будут течь туда, куда потекут, вы просто за ними следуете и все. Сейчас я покажу вам, что будет если дуть прямо на чернила. У начинающих очень часто выглядят именно так первые их работы. Вот я заползаю феном на само пятно и у меня сразу же в стороны убегают такие паучьи лапки. Вот так это происходит. Это не ошибка, кто-то так рисует специально, а не потому, что не знают, что так неправильно. Это все-таки абстракция, и здесь нет правил как надо, как не надо. Но если вы не хотели такого эффекта, я вам тогда напоминаю, что это получается из-за того, что вы дуете на сами чернила, либо наклоняете фен. Если обратили внимание, что у вас в сторону убегают такие ручки, то значит скорее всего всегда можно все исправить, по крайней мере на синтетической бумаге. Для этого нам нужна салфетка тканевая и спирт. Синтетической бумаги все хорошо стирается, поэтому не бойтесь ошибаться. Наливаем спирт, чтобы стереть неудавшийся рисунок, мы наливаем туда спирт побольше, чтобы он смог растворить наш рисунок и вытираем начисто тряпочкой. Есть те, повторюсь, кто специально так рисует, и есть даже хороший пример работ именно с такими вот ручьяками, отбегающими в сторону. Но у нас сегодня задача показать, как управлять пятном, как сделать так, чтобы оно текло туда, куда нам нужно. Поэтому я сейчас покажу вам, что делать, когда вы только начали замечать, что оно у вас течет куда-то не туда. То есть, если уже все совсем утекло, да, можно так растерять, но когда только вы замечаете, что вот вы ведете пятно, и в сторону убегает такой небольшой ручеек, то мы сразу ловим себя, что значит, у нас фен находится слишком близко, или мы его наклоняем. Вот сейчас смотрите, я заползла на лужицу, и у меня сразу же началось в сторону все разбегаться. Вот то, о чем я говорю, заползла на пятно, и уползли несколько получих лапок. мы просто заливаем их спиртом, отодвигаем фен подальше от пятна, и с нескольких сторон сушим, чтобы у нас снова собралось пятно в единое целое. Я, может быть, слишком часто повторяю одно и то же, это то, что надо фен держать подальше от края пятна, это то, что надо лить больше спирта, и что не надо наклонять фен, но это все потому, что я много провела мастер-классов, и точно знаю, почему не получаются работы такими, какие вы хотите, поэтому и записываю этот релок, чтобы наглядно показать, как же все-таки добиться этого контроля над пятном. Дальше видео, то не расстраивайтесь, так и должно быть, то есть оно не выглядит, как будто бы я бодренько так рисую и вожу феном, на самом деле скорость такая же, как и в начале, никуда не спешим и плавненько сушим наши чернила. В начале у меня была более концентрированная краска и меньше спирта, поэтому цвета более насыщены, сейчас я уже больше лью спирта и меньше краски, или это даже остатки с того, что было, поэтому цвет светлее. если вам нужны насыщенные яркие цвета, лейте просто больше краски из бутылочки. И еще раз напоминаю, что чем больше мы вводим феном, пока пятно у нас на одном месте, тем больше получаются грани. Вот в правом верхнем углу очень красивый момент такой получился. И также мы не бросаем нашу змейку, пока вот эта лужица не высохла, пока мы не довели ее до какой-то конечной точки, мы не оставляем ее сохнуть самостоятельно, потому что образуется по краям пятна конденсат, у меня там дальше это будет видно, перегрелся фотоаппарат, и пока я его меняла, как раз постояла ужаса без раздувания феном, и заодно у меня появилась возможность вам показать, из-за чего так происходит. Опять-таки, это не ошибка, то есть у нас здесь абстрактное искусство, и никаких канонов, как должно быть, не существует. Я просто показываю, что будет, если делать так, а что будет, если не делать. Поэтому вот капельки по краям у нас образовались, если они вам не нравятся, их можно стереть, долить свежего спирта и сушить дальше. Но мне в принципе они не сильно как-то мешают. Вот, и я дальше веду работу, доливаю спирт, и также, если вам уже хочется поскорее закончить работу, или как-то объединить ее таким единым, большим, цельным пятном, можно сразу нарисовать большую дорожку из спирта и сразу налить туда чернил. Это когда вы уже немножко приловчитесь. Но я напоминаю, что мы всю эту змейку сушим с разных сторон, нигде надолго не оставляя без просушки. и заканчивать работу мы можем либо уведя это пятно за креа листа, либо просто засушив его круговыми движениями. Синтетическую бумагу можно разрезать, поэтому когда вы закончите свою работу, посмотрите на нее с разных сторон, какие моменты вам нравятся, если где-то что-то может надо добавить. И частая работа на бумаге может выглядеть незаконченной, но если вы ее обрежете и вставите в рамку, это будет законченная абстракция. В этом плане синтетическая бумага конечно очень удобна для новичков, потому что из-за любой работы вы можете вырезать именно тот кусочек, который вам понравился, и радовать себя законченной картиной. На этом все. Наш базовый урок к концу, но лучше один раз попробовать, чем сто раз посмотреть, поэтому ждем вас на нашем бесплатном прорубном занятии по алкогольным чернилам, где вы сможете попрактиковаться в данной технике. Ссылка для записи в описании видео. До новых встреч! Сейчас вообще все очень просто, вот все для рисования спиртовыми чернилами, не нужно ехать на какие-то промышленные заводы за PET- пластиком, как я три года назад. Он воняет, естественно, он воняет, ну как же так, это же спирт, как он может не пахнуть?